Никола Тесла использовал импульсы для своих передовых исследований в области электричества. В своих лекциях 1890-х годов он объяснял, как создавал эти импульсы, разряжая конденсатор с искровым промежутком и гася искровой промежуток сильным магнитным полем. В поисках более эффективной генерации импульсов позже он изменил свой метод разряда конденсатора на разряд катушки. И этот метод разряда катушки также применим для твердотельных технологий, так как ему не нужен разрыв мощности. Вместо того, чтобы замыкать выключатель, нам нужно разомкнуть выключатель, чтобы произвести импульс. В этом видео я объясню и покажу твердотельный метод, который я использую для создания высоковольтных положительных и отрицательных импульсов от разряда катушки, которые также известны как обратные ЭДС или индуктивные всплески. Привет, меня зовут Эва, и я занимаюсь исследованиями лучистой энергии Николы Теслы, которая основана на импульсном электричестве. Магнитное поле катушки можно использовать для создания этих импульсов. Давай посмотрим, как это работает. Как это работает? Для этого нам нужен быстрый переключатель, способный очень быстро замыкать и размыкать цепь. МОП-транзисторный переключатель – самый быстрый вариант для этого, и разместив последовательно два кремниево-углеродных МОП-транзистора, я удваиваю напряжение, что позволяет мне генерировать импульсы напряжением 3500 вольт, и я уже опубликовал эту схему в другом видео. У этих МОП-транзисторов всегда есть внутренний диод, который мы будем использовать для очень эффективного создания импульсов. Обычный NEN-транзистор также можно использовать для создания импульсов, за исключением случаев с более низким напряжением из-за ограничений транзистора. Переключатель считывания также хороший вариант, так как он может обрабатывать высокие напряжения, но у него ограничена скорость переключения. Поскольку у них нет внутренних корпусных диодов, как у МОП-транзисторов, нам нужно добавить параллельный диод к переключателю. Подробнее об этом позже в этом видео. ИКТ также способны быстро переключаться, но они открываются намного медленнее, чем МОП-транзистор, и это делает их менее подходящими. И поскольку ИКТ также нуждается в драйвере затвора, точно так же, как МОП-транзистору нужен драйвер затвора, то выбор в пользу МОП-транзистора очевиден. Давай сначала посмотрим, что происходит с источником питания, выключателем и катушкой. Во-первых, я буду использовать батарею в качестве источника питания. Это самое простое. Когда выключатель замкнут, источник питания может подавать напряжение диэлектрического поля на катушку. Катушка преобразует это напряжение в магнитное поле, которое мы можем измерить как ток. Теперь мы можем отключить подачу напряжения положительного диэлектрического поля, разомкнув переключатель MOSFET. Это называется высокий боковой переключатель. Поскольку положительный источник питания переключается, когда переключатель разомкнут очень быстро, энергия магнитного поля все еще присутствует вокруг катушки. И она начнет преобразовываться в напряжение диэлектрического поля и снова преобразуется обратно в ток магнитного поля. Другими словами, катушка становится резонансной и выдает синусоидальную волну тока и напряжения с отклонением от фазы на 90 градусов. При идеальном переключателе это продолжается до тех пор, пока вся энергия внутри катушки не будет потеряна из-за излучения тепла от сопротивления, электромагнитного излучения и токов заземления. Но с МОП-транзисторным переключателем у нас всегда есть корпусной диод. Первая полуволна отрицательного напряжения блокируется корпусным диодом, и это полуволна смолы, импульс, необходимый нам для исследования работы Николы Теслы Теслы. Корпусной диод начнет проводить ток, когда напряжение резонансной катушки станет положительным, а это во второй половине резонансного цикла. Затем корпусной диод проводит положительную энергию катушки обратно в источник питания. Если мы используем геркон или другой переключатель без этого корпусного диода, мы можем добавить быстрый диод параллельно с герконом. И этот параллельный диод должен быть способен обрабатывать быстрые импульсные токи и напряжения. Положительная энергия катушки затем вытекает из катушки вверх через диод корпуса обратно к батарее, заряжая ее, что делает ее очень эффективной схемой. Добавив параллельный конденсатор к батарее, мы делаем ее еще более эффективной. Импульсы сначала заряжают быстрый конденсатор, а затем конденсатор заряжает более медленный аккумулятор. В результате получается очень эффективный метод получения импульсов отрицательного напряжения. Так что это основы. Это основы. Но если ты используешь не батарею, а источник питания, который не может справиться с этими импульсами, то нам нужно его защитить. Для этого нам нужно добавить диод и конденсатор. Диод расположен последовательно с источником положительного напряжения, и так как энергия импульса очень быстрая, нам нужен очень быстрый диод, чтобы блокировать его. Диод МИОРФ 440 способен это сделать, и конденсатор помещается одной ножкой между диодом и МОП-транзистором, а другой ножкой на землю. Положительная энергия от катушки, которая проходит через диод корпуса МОП-транзистора, теперь блокируется быстрым диодом и заряжает конденсатор. Где он останется до следующего замыкания переключателя МОП-транзистора. Затем энергия снова перерабатывается, используется для того, чтобы снова зарядить катушку магнитным полем. А поскольку большой конденсатор заряжается одним положительным импульсом, напряжение остается относительно низким, и таким образом мы можем использовать относительно низковольтный диод. Конденсатор также должен быть способен выдерживать быструю зарядку, так как напряжение никогда не станет высоким. Можно использовать полипропиленовый конденсатор в МОВАН микрофарад, рассчитанный на 100 вольт постоянного тока. Значит, импульс отрицательного напряжения — это первая резонансная полуволна, которая создается после размыкания выключателя. Теперь мы понимаем, как создавать отрицательные импульсы, но как это работает для положительных импульсов. Когда подача положительного напряжения прерывается, мы создаем импульс отрицательного напряжения. Но когда мы прерываем подачу отрицательного напряжения на катушку, мы можем создавать положительные импульсы. Потому что резонансный звон катушки теперь начинается с положительного напряжения. Поэтому, чтобы создавать положительные импульсы, нам нужно поместить переключатель MOSFET на отрицательную сторону катушки, и это называется переключением на низкую сторону Тогда происходит тот же самый процесс Диод корпуса теперь первый видит положительное напряжение, которое он блокирует Затем, благодаря резонансному преобразованию, напряжение становится отрицательным, и диод корпуса открывается для второй полуволны Нам снова нужен блокирующий диод для защиты источника питания и конденсатор для хранения отрицательной импульсной энергии для повторного использования в следующем цикле Когда переключатели MOSFET снова замкнутся Но для этого вся схема теперь зеркально отражена Что же теперь мы можем сделать с этими импульсами? Импульсы создаются в точке соединения между переключателем MOSFET и катушкой, и оттуда мы можем подключать другие схемы, где мы можем использовать эти импульсы В моем случае я направляю импульсы в последовательную резонансную катушку, которую я использую в качестве первичной катушки Я также использую их для зарядки конденсатора постоянного тока, который я использую для создания смещения постоянного тока на этой первичной катушке Хорошо, вот такая настройка У меня есть переключатель MOSFET Источник питания поступает сюда, проходит через диод У меня есть два диода, но мне нужен только один А вот и конденсатор, который заряжается от второй полуволны резонансной катушки, блокируемой диодом Переключатель MOB-транзисторов с двумя последовательными MOB-транзисторами, каждый из которых имеет корпусный диод Который будет пропускать вторую полуволну вверх в конденсатор, блокируемый диодом Вот высоковольтный зонд, который подключен к источнику MOB-транзистора и катушки Так что давай теперь проверим осциллограф Я включу систему, и мы сможем посмотреть, как это выглядит А посмотри на энергопотребление Окей, это осциллограф желтого цвета Напряжение исследуемой бифилярной катушки, и у меня 500 вольт на деление Таким образом, каждая линия по вертикали равна 500 вольтам и окрашена фиолетовым цветом с двумя вольтами на деление У меня есть переключатель MOSFET Я включу его для тебя Если сигнал высокий, значит катушка питается от источника питания, потому что выключатель разомкнут Если напряжение низкое, то выключатель разомкнут, и тогда катушка начинает колебаться и должна производить короткую полуволну Хорошо, теперь система включена, и я собираюсь увеличить мощность источника питания, чтобы произвести импульс А здесь у нас импульс 500 вольт, и это при 70 тысяч циклах в секунду Итак, у меня 70 тысяч импульсов в секунду по 500 вольт, и это в два раза больше, чем 8,4 вольта на источник питания Я собираюсь увеличить его еще больше Минус 1000 вольт, минус 15 сотен вольт, минус 2000 вольт и немного выше Вот и все Так что давай я покажу тебе сейчас фотографию источника питания Источник питания представляет собой двухканальный, который я переключил последовательно, что позволяет вырабатывать вдвое большее напряжение И на этот раз это 32,3 вольта, умноженное на 2, которая подается в систему всего на 0,1 ампера Это всего 6,46 ватт, которые вводятся в систему и теряются из-за диодов и моб-транзисторов А также сопротивление кабеля и сопротивление конденсатора для создания этих импульсов высокого напряжения А теперь позволь мне увеличить эти импульсы, чтобы ты мог видеть, что это действительно полуволна, потому что сейчас она не похожа на синусоидальную волну Как ты можешь видеть, это резонансная полуволна, и ее длительность составляет около 700 наносекунд И если я сделаю временную базу быстрее, то это будет выглядеть как одиночный всплеск Но на самом деле эти всплески являются резонансными полуволнами Когда мы подаем на катушку напряжение, она создает магнитное поле Когда цепь питания быстро размыкается, катушка становится резонансной Если мы затем перенаправим вторую полуволну резонансного цикла через корпусный диод в конденсатор для повторного использования, то в итоге получим первую половину резонансной волны которая является униполярным импульсом, использованным Николой Теслой Теслой Таким образом, вторая полуволна резонансной волны используется повторно, что делает этот метод очень эффективным для создания однополярных импульсов Когда переключается положительный источник питания, это называется переключением на высокую сторону Резонансная волна затем начинается с отрицательного напряжения, а когда переключается отрицательный источник питания на катушку, это называется переключением на низкую сторону Резонанс затем начинается с положительной полуволны напряжения, которая является импульсом Я открываю исходный код результатов своих исследований и идей на этом канале YouTube Ты можешь многому научиться, посмотрев другие мои видео, и поскольку мои исследования проводятся с открытым исходным кодом, никакие патенты не могут и не будут применяться Это означает, что исследования идут на пользу всем нам Если ты хочешь профинансировать мои исследования, ты можешь сделать это, оставив пожертвования на моем счете PayPal, который указан ниже Если у тебя есть вопросы, ты можешь задать их в разделе комментариев под моим видео Я сделаю все возможное, чтобы прочитать их и ответить на все Спасибо тебе за просмотр, увидимся в следующий раз Спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз